Ну что, ребята, мы прошли Мы еще, конечно, поборемся за другой финал Но посмотрим, получится ли Обрести другой финал, да? Уже я вот вышел на титры От меня игре 10 из 10 Мне она понравилась Великолепная игра Мне понравилась атмосфера Подача геймплея Развитие сложности Сюрпризы, которые вызывали Противоречивые впечатления При этом При этом, несмотря на свои противоречивые впечатления Они были, оказывается, необязательны Если вы идете на самую простую концовку Да, ребят, у зрителей есть возможность Тоже написать мнение об игре Если я успею на титрах зачитать Значит, я это сделаю и оценить игру Поэтому в совокупности У меня великолепное впечатление То есть здесь все выверено Все сделано Возможно, за счет того, что уже игра давно существует И это вот как раз и радует Мы перед этим проходили Диалоги Origin Sin И там уже окончательные варианты игр Они желают лучшего В плане финализации всех идей Там вот это прям контраст Вот здесь мы видим Полу Найт, да Которые еще вот все уже ждут еще Диалти То есть проект продолжает жить Суть в том, что с каждым DLC Я так понимаю Игра расширялась Улучшалась Калибровалась И делалась все лучше и лучше То есть там прям есть DLC Которые я читал, что улучшили интеллект Улучшили боссов Улучшили там механику Чтоб еще все лучше работало А потом я вспоминаю Диалоги Origin Sin Который у Дидафда прошел Финальные издания В которых В первом части Изменили финал Из-за чего У меня ощущение того финала Который был изначально А новый финал вот белыми нитками пришит Ты это чувствуешь Во второй части Сама игра еще не доделана То есть ее надо допиливать и допиливать Она Ну нельзя это назвать Финальным изданием Поэтому я сейчас смотрю на Hollow Knight На полого рыцаря И восхищаюсь результатом Так что от меня 10 из 10 Благодарность разработчикам Вы молодцы И что самое приятное Они нас еще поздрали Вы совершили великий подвиг Вы не сдавались И наконец победили Надеемся вам понравилось В мире полого рыцаря До скорой встречи И даже финал здесь Великолепен То есть вот Пожалуйста Разработчики Поздравили И поблагодарили За то что Вы Играли в их игру Да Благодарю Хови Ты знаешь Я сейчас не думаю о том Худшая концовка Мы об этом поговорим Уже после титров Я смотрю оценивали Вы игру или нет Поэтому Я бы не сказал Что игра Для тех Кто любит сложности Есть еще более сложные игры Но как минимум Из того что я вот Видел в этой игре Я не могу сказать Что это прям Очень хардкорные игры Есть еще более сложные По реакции По Задачам Поэтому У Ла Найт Она забалансированная Понимаете Она Баланс Доведен Почти до идеала Баланс между Минимальной сложностью И максимальной сложностью Из-за этого Здесь боссы И противники Иногда кажутся Примитивными Потому что у них От двух До трех Фаз атак Но при этом Если смотреть на то Что разработчики Вдохновлялись Дарк Соулсом Там тоже Основные противники Мобы особенно Тоже имели Где-то Одну Две Три Фазы Атак Потом Немножко Они могли Меняться По мере Развития героя Или По мере Вероятности Там так и непонятно То есть Мог учудить Противник Сделать какой-то Неожиданный Новый Выпад И таким образом Сокрушить тебя Потому что Ты его не ждешь Здесь такого нет Здесь как раз От двух До трех Фаз атак Иногда только Одна фаза атака Но здесь Жонглируется То есть Есть очень простые Противники Но при этом Меняется локация От смены локации Усложняется Или облегчается Задача И это очень Хорошо Уже продемонстрировано В ДЛТ Вот Пантеон Богов Ну или Пантеон Где сражаешься Там прям Показывают Как можно Усложнять Простые Механики Просто Изменяя Локацию Где ты Сражаешься Тебе будет Сложнее Или Усложнее Задачу И благодаря Такому Подходу Они смогли Сбалансировать Сложность То есть У вас есть Простая Задачка И она Все сложнее И сложнее И сложнее Становится И вы К ней Адаптируетесь И сами Решаете Насколько Далеко Вы готовы Зайти В этом Усложнении И поэтому Называть Эту игру Для мазохистов Я бы Здесь Назвал Эта игра Для тех Кто хочет Научиться Хорошо В играх Сражаться И при этом Освоить Платформер От Азов К Мастерству Вот Эта игра Как раз Для тех Кто хочет Освоить Сражения Динамичные С адаптацией Под боссов Под противников Под локации И платформер То есть Сразу Такой Комбо От простых Механик К мастерским Такой Очень Сложным Возможно Даже Для Сверх Сложных Потому что Я полностью Игру Не проходил То есть Пантеон Не проходил Возможно Если Весь Пантеон Пройти Я бы Прям Сказал Что До Сверх Сложных Но То Что Есть На Очень Высоком Уровне По сути Показывает Очень Сложный Мастерство Высокий Уровень Платформинга Когда Надо Адаптироваться И вовремя Все Прожимать Поэтому Эта Игра Она Меня Восхитила Именно Вот Этим Аспектом Она Меня Восхитила Обучением Поэтому Я бы Рекомендовал Всем Кто Хочет Именно Проверить Или Своё Мастерство От Простых Азов К Более Высоким И Таким Образом Его Откалибровать Сюда Приходить И для тех Кто Только Собирается Осваивать Такие Игры Да И В принципе Какие-то Сложные Игры Со Временем Проходить Я бы Рекомендовал Начать С Холл Найт Вы Здесь Ровно Настолько Задержите Насколько Вы Готовы И Потом Вернётесь Сюда Настолько Насколько Вы Готовы И Таким Образом Сможете Видеть Уровень Вашего Мастерства Насколько Он Улучшается Поэтому От меня 10 из 10 Я Восхищен Мне Очень Понравилось Местами Были Шероховатости Но Потом Когда Я Это Увидел В Общей Картине Целостной Подачи Повествования Прихода К этому Месту Влияние На Основной Сюжет Оказалось Что Все Тоже Грамотно Сбалансировано Игра Великолепна Вот Такие Впечатления Я Прошел Пока Простую Фазу Сейчас Еще Время Есть Но Дальше Мы Не Двинемся